Если вы хотите создать свой первый интернет-магазин с помощью Shopify, но не знаете с чего и как начать, то вы попали на правильное видео. Это 10-минутное руководство проведет вас через все необходимые шаги для создания магазина Shopify с нуля. Первый шаг – регистрация в Shopify. В описании к этому видео вы найдете специальную ссылку для регистрации, которая позволит вам продлить пробную версию еще на 3 месяца. Поэтому обязательно используйте эту ссылку, чтобы сэкономить немного денег. Зарегистрироваться очень просто. Просто следуйте подсказкам, пока не попадете на панель управления Shopify. Оказавшись здесь, первое, что нам нужно сделать – это выбрать тему для нашего магазина. Итак, давайте нажмем «Интернет-магазин» и перейдем в «Темы». По умолчанию в магазине уже установлена тема «Даун». Если вы хотите выбрать другую тему, просто прокрутите вниз и нажмите «Посетить магазин тем». Здесь вы можете найти множество тем на выбор. Для этого магазина я буду использовать уже установленную тему «Даун». Теперь мы начнем настраивать наш магазин. Итак, давайте нажмем «Настроить». Это приведет нас в редактор магазина. Давайте сначала добавим красивый баннер на нашу домашнюю страницу. Нажмите на баннер с изображением, а затем просто загрузите сюда свое изображение. Теперь давайте также изменим слоган. Просто нажмите на текст и измените его здесь. Чтобы добавить наш собственный логотип, мы зайдем в «Настройки темы» и в разделе «Логотип» просто загрузим наш логотип. Как только это будет сделано, он будет отображаться в левой части шапки. Вы также можете настроить цвет и типографику, если хотите использовать в своем магазине цвета и шрифты собственного бренда. Теперь, чтобы добавить товары в наш магазин Shopify, нам придется вернуться на панель инструментов. Итак, давайте сохраним изменения и нажмем «Выход». Затем перейдем к продуктам. Если вы доставляете свою продукцию напрямую с таких мест, как Алиэкспресс или Принтфул, вы можете просто импортировать свою продукцию непосредственно с этих платформ. Пошаговое руководство по импорту товаров вы найдете в описании видео. Если вы продаете свои собственные продукты, просто нажмите «Добавить свои продукты». Здесь мы можем ввести все необходимые данные, такие как название продукта и краткое описание. Если вам нужна помощь в составлении хорошего описания, я рекомендую использовать нового помощника ИИ по написанию, который автоматически напишет для вас описание вашего продукта на основе нескольких ключевых слов. И затем нам также нужно обязательно добавить несколько высококачественных изображений, которые покажут ваш продукт в лучшем свете. Здесь мы можем установить цену на товар. Затем, если вы хотите использовать Shopify для отслеживания своих запасов, обязательно укажите количество, которое у вас есть на складе. Если у вас есть несколько цветов или размеров этого продукта, вы можете настроить их здесь, в разделе «Варианты». Как только все будет заполнено, нажмите «Сохранить», чтобы добавить этот товар в магазин. Теперь вы можете повторять тот же процесс, пока не будут добавлены все ваши продукты. Создание коллекций – отличный способ классифицировать ваши продукты и поддерживать порядок. Итак, давайте перейдем в коллекции и настроим нашу первую коллекцию. Поскольку я создаю магазин одежды, я создам коллекцию толстовок и установлю ручной тип коллекции, чтобы можно было вручную добавлять свои продукты в эту коллекцию. Нам также нужно добавить изображение коллекции и нажать «Сохранить». И теперь в разделе «Продукты» мы можем добавить соответствующие продукты в эту новую коллекцию. Теперь, когда мы добавили несколько товаров и коллекций, пришло время уделить больше времени настройке страниц нашего магазина. Итак, давайте перейдем в интернет-магазин и нажмем «Настроить». И это вернет нас к редактору Shopify. Прокрутив вниз, мы увидим, что на главной странице уже настроена избранная коллекция. Давайте удалим ее, нажав на значок корзины. А затем давайте щелкнем раздел «Добавить» слева и выберем список «Коллекция». Здесь мы теперь можем отображать некоторые коллекции, которые мы создали ранее. Итак, для моего магазина я просто добавлю коллекцию толстовок, коллекцию футболок и коллекцию шорт. Чтобы добавить больше контента на главную страницу, просто нажмите «Добавить раздел» и выберите нужный раздел. Вы также можете переключаться на другие страницы вашего магазина и настроить их точно так же. Чтобы настроить меню навигации в верхней части веб-сайта, нам придется снова вернуться на панель управления, затем перейти в интернет-магазин и нажать «Навигация». В меню мы перейдем в главное меню, а затем сюда сможем добавить новые пункты меню, например определенную коллекцию. И мы также можем создавать подменю, как например для магазина одежды, было бы целесообразно иметь мужскую и женскую коллекцию. А затем добавьте все виды одежды в подменю. Чтобы проверить, как выглядит наше новое меню, мы можем вернуться в редактор и увидеть внесенные нами изменения. Еще одна вещь, которую мы определенно хотим включить в наш магазин, это правила, такие как политика возврата средств, политика доставки, условия обслуживания и так далее. И в Shopify их действительно легко настроить. Все, что вам нужно сделать, это зайти в настройки в левом нижнем углу, затем прокрутить вниз и перейти к политикам. Здесь мы можем просто создать наши политики из шаблона в Shopify, нажав «Создать из шаблона». Теперь, прежде чем сохранить их, обязательно ознакомьтесь со своими политиками и настройте их с учетом конкретных данных вашего магазина. Также не забудьте добавить политику доставки, а также контактную информацию. И теперь мы добавим эти правила в нижнее меню нашего магазина. Итак, закроем настройки и вернемся в интернет-магазин, навигация. Теперь нажмите меню подвала сайта. И здесь мы можем добавить все политики нашего магазина. Теперь давайте вернемся в редактор магазина. И прокрутим его до конца. Затем щелкнем небольшую стрелку раскрывающегося списка рядом с подвалом сайта. Давайте добавим новый блок и выберем блок меню. И теперь у нас есть меню подвала сайта внизу нашего магазина. Прежде чем запустить наш новый магазин, нам нужно настроить наши платежные системы, так, чтобы покупатели могли действительно оформить заказ и совершить платеж. Итак, на панели инструментов давайте перейдем к настройкам в левом нижнем углу, затем перейдем к платежам. Здесь нажмите активировать платежи Shopify и заполните все данные, чтобы завершить этот процесс. Это позволит покупателям вашего магазина выбирать между множеством различных способов оплаты, таких как кредитная карта, Apple Pay, ShopPay и другие. По умолчанию клиенты также смогут оплачивать покупки с помощью PayPal. Вы можете отключить оплату через PayPal, если хотите, но обычно это снижает коэффициент конверсии в вашем магазине, поэтому я бы просто оставил ее включенной. Мы также хотим убедиться, что установлены тарифы на доставку. Итак, перейдем к доставке. Здесь мы можем установить различные тарифы на доставку в зависимости от регионов, в которые мы отправляем нашу продукцию. И мы также можем добавить динамическую стоимость доставки в зависимости от веса или цены продукта. Если вы импортировали свой продукт от стороннего поставщика, возможно, для этих импортированных продуктов уже настроен профиль доставки. Прежде чем мы запустим наш новый магазин, есть еще несколько настроек, на которые нам стоит обратить внимание. В разделе «Сведения о магазине» убедитесь, что все заполнено, например, название магазина, адрес электронной почты магазина, платежная информация, а также валюта магазина. Если вам нужно собрать налоги для конкретных регионов, вы можете настроить их в налогах и пошлинах. В разделе «Бренд» вы можете загрузить свой логотип и добавить цвета своего бренда, чтобы бренд вашего магазина соответствовал всем различным платформам. И последнее, что нам нужно сделать, это настроить собственный домен, который будет URL-адресом нашего веб-сайта. Итак, перейдем к доменам. А если у вас уже есть домен, вы можете нажать «Подключить существующий домен» и следовать инструкциям. Но если у вас еще нет домена, вам нужно нажать «Купить новый домен», а затем введите домен, который хотите купить. Скорее всего, это будет название вашего магазина, и если он доступен, вы можете купить его прямо здесь, через Shopify. И когда это будет сделано, он будет автоматически подключен к вашему новому магазину. Теперь, прежде чем мы запустим наш новый магазин, нам нужно будет выбрать план Shopify. Итак, давайте зайдем в интернет-магазин и нажмем «Выбрать план». Давайте выберем базовый план, затем выберем платежный цикл, заполним всю необходимую информацию и подтвердим. И теперь в интернет-магазине мы можем удалить пароль. И теперь наш магазин Shopify открыт для покупателей.